Дождь Тетя Маша, тетя Даша, тетя Зина и Наташа, поскорее сливы собирай, в заготовки все их отправляй. Всем привет! Вот так я сегодня начала свое видео. Я пришла за сливами. У нас в этом году первый раз урожай дала вот это дерево. Это чернослив. Я хочу его посушить, в духовке посушу. Пришла за сливами собирать. Присоединяйтесь ко мне, у кого есть сливы в этом году. Буду первый раз делать чернослив. Сушить. Смотрела уже рецепты. Есть рецепты с сахаром, с сиропом. Есть просто сушат одни сливы целиком, без косточек. Буду пробовать, что получится. Собираю где достаю, а все дерево усыпано сливами. Самые мягкие носила бабушке. Пробовать урожай новый. Все, уже я забрала почти. Вот я приготовила сливы для того, чтобы в духовке сушить ее. Я из-за всех слив убрала косточки. Вот так вот они выглядят. И вот так срезом вбок кладу все сливы. Плотно-плотно друг к другу. И буду сушить в духовке. У нас духовка с конвекцией. Я видела видео, что сушат в дегидраторе. Но там такая же функция. Вентилятор встроен, как и в нашей духовке. Поэтому я буду сушить в духовке. Выставили температуру в 60 градусов. И в видео сказано, что часов 8 нужно сушить. Засечем время. Сколько будут они у нас сушиться. Обычно, говорят, надо выставлять в ночь, чтобы всю ночь сушились фрукты. Но я, наверное, в ночь не оставлю. У нас иногда выключают свет. Вот. И будет все выключено. Я сегодня вечером просушу, запомню время. А потом завтра, утром еще досушу. Встретимся завтра. Добрый день всем. Смотрите, что у меня получилось. Иссушила я. Больше, чуть-чуть побольше 9 часов. Ну, перерывы на ночь делала. Ночью не оставляла духовку включенную. Потому что у нас свет выключают. У нас дожди, ливни идут. И свет выключают. И гром, и молнии гремят. И все лето такое. Смотрите, что у меня получается. У меня вот эти 2 ряда я уже перевернула. У меня ягодки подсохли. Но еще не до такой степени, как вот продают, когда сухофрукты продают. Они еще мягкие. Но вот то, что вот тут вот сок вытек, он уже не прилипает. И сейчас, я думаю, что нужно вот эти ягодки все, сливы, перевернуть на другую сторону вот так. И снова подсушить. И, наверное, в нашем климате не высушим мы так сливы, как продают готовые. Готовые, которые сушатся на солнышке. Вот сейчас, вот на данном этапе, сейчас бы перевернуть, вынести на солнце, на ветерок, и оно бы быстро досохло. А у нас дожди. Буду дальше продолжать сушить. Но я переверну все и дальше продолжу. Можно, конечно, бумажку поменять. Но на нее уже ничего не прилипает. Сок как вытек и не прилипает больше. Так что, кто со мной вместе начинал и пробовал, поделитесь своими впечатлениями. Чернослив у нас вырос, а солнышка нет. Ну вот, как получится, так и получится. Но думаю, что все равно съедобная получится ягода, слива у нас, чернослив. Буду сидеть и переворачивать. Вот так. Вот так. Они хорошо переворачиваются так. Но еще очень влажные. Смотрите, что у меня получается. Я еще полтора часа продержала в духовке. Уже когда перевернула на вторую сторону все сливки. Сливы наши. И что у меня получилось? Цвет уже красивый. Все блестит, как у настоящего чернослива, который покупаем. Но они еще мягковаты. Мягенькие. Надо бы на солнце ветерком, чтобы обветрили, досушить их. А так они уже готовы. Вот смотрите, я беру снизу. У меня руки остаются чистые. Я вот так разложу через какое-то расстояние, чтобы было между ними расстояние. И уже будут они досушиваться в комнате, в кухне. Тем воздухом, который у нас здесь есть. Наверное, в нашем климате экстремально делать такие сухофрукты. Тем более, это лето было очень дождливое. Ну, посмотрим на вкус. А пахнет очень хорошо. Чернослив прям настоящий. Но буду ли я еще раз делать или нет, не знаю. Наверное, буду делать, когда будет жаркое лето. А в этот раз я просто попробовала. Кому понравилось мое видеоэксперимент над сливами, над черносливом, ну, ставьте лайки, приходите в гости ко мне в кухню. Будем еще что-нибудь делать. Попробую на вкус. Очень вкусно пахнет. Тот самый чернослив, но еще очень мягенький. Он еще тепленький. И я делала без добавления сахара. Натуральный вкус у меня получился. Есть вариант, когда готовят сироп, и в сиропе вот эти сливы немножко приваривают, а потом начинают сушить. А я делала натуральные сливы. Очень вкусно. Разложила я. Вот эту часть я разложила на блюдо. Вот так. А часть на пекарскую бумагу. И посмотрю, где быстрее досохнет чернослив. Чтобы дальше потом делать уже, знать, куда раскладывать, когда солнца не бывает. Смотрите. У меня здесь лежало на бумаге. Я вот так приподнимаю. И противень-то у меня не особо грязный получается. Видите? Немножко сполосну, и готово будет чистый противень. Весь сок вот здесь остался. Руки немножко липкие, потому что каждую сливу я брала в руки, но все-таки они чистые. Значит, чуть-чуть досушим, и все, слива готова. Значит, зимой будем делать салат с использованием чернослива. Спасибо.